Чебоксары середины 20 века. Город растет, экономика развивается. Хлопчатый бумажный комбинат, завод электрических исполнительных механизмов, Чувашинерго – это лишь часть предприятий, которые начали работать в этот период. Созданы сотни рабочих мест. Отдельные квартиры тогда получали особо ценные специалисты, а вот рабочим предлагали общежития. Так в столице республики появились дома нового типа. Небольшие комнаты с одним общим коридором, кухней и душевой на всех проживающих на этаже. У некоторых из них интересная история. Дом по адресу Энгельса 13. Строжилы помнят его как Женский монастырь. Такое шутливое название связано вот с чем. В этом общежитии жили работники ХБК. В большинстве своем женщины – швеи, ткачихи, придильщицы. Вот такое обилие женского пола на нескольких квадратных метров и привело к такому шутливому названию. В настоящее время предприятие закрыто, а в этом общежитии уже давно живут другие люди. Здравствуйте! В эфире передача «Комфортный город». И сегодня мы с вами узнаем, что же стало с этими общежитиями и как они живут сейчас. В Чебоксарах 123 общежития. Если быть точнее, бывших общежитий. Почему бывших, сейчас расскажем. Изначально все эти дома находились на балансе предприятий. В общежитиях был комендант, который всем заведовал, и вахтер, который пропускал людей. Зарплату им платило предприятие. В начале 2000-х все общежития были переданы в муниципалитет. Содержать такое количество домов город не мог, поэтому их перевели в статус многоквартирных жилых домов. У жильцов появилась возможность сприватизировать комнаты. Но вместе с этим они стали обязаны содержать общие площади, ванну, коридор, кухню. Еще одно важное изменение. Став многоквартирным домом, бывшие общежития смогли попасть в программу капитального ремонта. Проводили обследование неоднократно. И, соответственно, по результатам этих обследований, часть домов признали аварийными. Часть домов, где срочно требовался ремонт коммуникации, они были включены в прошлогоднюю программу на этот год. Ответная реакция жителей что-то не особо чувствуется. В тех же общежитиях сбор, закапремонт на уровне 50%. Один из ярких примеров того, что бывает, когда жителям наплевать на все законы – 9-й дом по улице Петрова. Напомним, в сентябре 2014 года стены в одном из подъездов дали трещину. Здание частично обрушилось. Жильцов переселили, дом полностью разобрали. Уже позже стало известно, что жители занимались самовольной перепланировкой. Санитарные узлы в комнатах также были выполнены без гидроизоляции полов и стен. В результате происходило замачивание конструкции полов и стен, а также плит перекрытия. Также нужно отметить, что слабо работала вентиляционная система вентоканала, которая тоже непосредственно влияла на микроклимат в комнатах и создавала дополнительную влажность. Случилось это три года назад. Но нет никакой гарантии, что такая ситуация не повторится. Сейчас в опасной зоне несколько столичных общежитий. Заплесневелые стены, прогнившие рамы, разбитая плитка. Что такое ремонт? Тот самый женский монастырь либо не помнит, либо не знает. А его жильцы давно забыли, что такое удобство. Ванной или душевой этот поддон назвать сложно. Его установили сами жители. В комнате, которая не предназначена для водных процедур. Отсюда и плесень на стенах. Чтобы такого не было, необходима гидроизоляция. Чтобы ее сделать, управляющей компанией нужно согласие собственников. На последнем собрании присутствовали всего три человека из четырехсот. Халатношение жильцов и самовольное перестройство инженерных сетей. Мы не в силах все это контролировать на сегодняшний день. Если мы даже их ограничиваем, отрезаем, на завтрашний день они заново все подключают. В комнате Бориса Кононова всегда чистота и порядок. Вещи аккуратно убраны по местам, на полках не пылинки. Но стоит только выйти в коридор, и перед глазами прямо противоположная картина. Обшарпанные стены, плесень по углам и в раковине. Дом 44 по улице Энглиса живет без ремонта очень много лет. Никто не хочет. Как вы не понимаете, никто не хочет в квартире Антелосомна живут. Про управляющую компанию Борис Михайлович ничего не слышал. Как выяснилось, в доме нет председателя. По словам представителя УК, последнее собрание было зимой, на него почти никто не пришел. Следующая попытка в сентябре уже обозначен круг вопросов. Первое, это, во-первых, насчет душевых, чтобы их привести в достойный вид. И уже, как бы, косметический ремонт подъезда. Крышу в неплохом состоянии тоже. Собираемся по капитальному ремонту провести. Вот, уже, как бы, заявка есть. С нами работаем постоянно. Я думаю, доведем, и уже такую проблему решим. Вот у нас душевая. Все нормально. Заспоклевано, стены покрашены. А краны? Краны работают хорошо. Вот. А еще новый водонагреватель, комфортная душевая, навесной потолок и бонус. Вид из окна. Центр города. Слева – железнодорожный вокзал, а справа – сквер имени Чапаева. И все это в типичном общежитии. Полы вот красили недавно. На кухне тоже красили это все. Потолки шпуклевали, все это делали. Владимир Михайлов – один из местных старожилов. В этом доме он живет больше 20 лет. Рассказывает, за порядком следят все секции. Есть даже график дежурства. Ну, если мы будем каждый сам по себе. Одному нужно, другому не нужно. Тогда у нас ничего не получится. А сейчас у нас все дружно. Ну, вот. Сказали, там, сделали. Все, ну, вместе. Работы проделано много, еще столько же предстоит. Раньше это здание относилось к заводу электрических исполнительных механизмов. Ему уже больше 50 лет. В основном, конечно, у них крыши, вот все вот, очень в плачевом состоянии. Ну, поддерживаем, работаем, смотрим, где протечка, где вот. Но там очень большие финансовые нужные ресурсы, чтобы все это сделать. Отремонтировать кровлю планируют по программе капремонта в ближайшие годы. Капитально ремонтировать жилые дома в Чебоксарах начали в 2014 году. Одним из первопроходцев стал 41-й дом по улице Декабристов. О его проблемах не понаслышке знает Мария Ильина. Протекающая крыша, плохая канализация и прорывы отопительных труб. Коммунальный кошмар длился много лет. И вот он, наконец, закончился. Ванны поменяли нам канализационную трубу полностью по всему дому. Получаются водопроводные трубы. Также еще, как бы, для нас ношество установили всем, каждому в квартиру сушилки. Теперь в домах сразу идет горячая вода. Раньше, по крайней мере, надо было там ждать минут 10, 15, 20, пока она протечет и пойдет горячая вода. В доме заменили и трубы отопления. В каждой квартире установили вентили. Теперь можно самому контролировать подачу тепла. Но чтобы увидеть весь размах капитального ремонта, нужно либо высоко забраться, тогда можно увидеть, что крышу отремонтировали, установили водоотвод. Либо низко спуститься. Директор управляющей компании с гордостью показывает подвал. Еще бы! Вместо сырости и крыс здесь современное оборудование. Вот новая автоматизированная система отопления, а вот теплообменник. Он снабжает горячей водой весь дом. По одной трубе поступает холодная вода, по другой поступает горячая вода. И за счет циркуляции горячей воды происходит нагрев холодной воды до состояния горячей. И после этого она поступает к потребителям. Более очищенная, более качественная по составу. По соседству система электроснабжения. Тоже новая. В доме заменили всю проводку, сменив алюминиевую на медную. В этом году в Чебоксарах программу капремонта включили 110 жилых домов. Заявки проверяют управление жилофондом, а затем полученные данные отправляют в республиканский Минстрой. По каким критериям отбирают дома? Техническое состояние. Износ конструктивных элементов. Год постройки. Материал постройки жилого дома. Процент сбора за капремонт. Если в доме сегодня сбор налаженный, собираемость выше 80%, они могут даже ходатайствовать о пересмотре выполнения капитального ремонта с более дальнего срока на более ближние сроки. Узнать о судьбе своего дома можно на сайте реформа ЖКХ. Здесь собрана вся актуальная информация по всем городам страны, в том числе и по Чебоксарам. Список домов, их возраст, планируемые работы, а главное сроки начала. В этом перечне есть и дом номер 3 по проспекту Ленина. Разве здесь кто-то живет? Задалась вопросом наша съемочная группа, когда увидела людей перед подъездом. Оказалось, живет. 34 человека. И не где-нибудь, а в памятнике истории и культуры местного значения. Не каждая организация может заниматься его ремонтом и реконструкцией. Поэтому это задерживает. То есть проект согласовывается с Минкультурой, документы, вот все этот процесс. Больше бумажного лакита. А время идет явно не на пользу зданию. Балконы вот-вот рассыпятся, глубокие трещины на стенах. Кое-где проглядывает кирпичная кладка. Делать мелкий ремонт бессмысленно, считают и управляющая компания, и сами жильцы. Вот делать подъезд с текущей кровлей, смысл. Если нам будут делать в следующем году отопление, там же все опять разворотят. Если крышу тронуть, вот они поднимались, тронешь, там дальше пойдет. Она ржавая. Без крыши над головой фраза актуальна и для Любови Сорокиной. Хоть она и живет на втором этаже, но все прелести нынешней крыши ощущает на себе. Пакетами, скотчем заклеиваю, чтобы это не сыпалось. И подобная ситуация в каждой комнате. Видите, эта трещина идет, даже стена выпирает. Это они сами мне сказали. Это не я просила, они пришли и поставили в конце концов вот маячок. И сказали, дом аварийный, да вообще как в нем можно жить? Они это кто? Вот жилком сервис. А причину трещины это не назвали? В акте написано протечки, разрушения, это же деревянные перекрытия. Вот у меня. Смотреть, как рушится родовое гнездо Любовь Владимировна больше не может. Поэтому пытается сделать ремонт своими силами. Недавно зашпаклевали трещины на балконе и на потолке. Но это лишь временная помощь. По плану программы капремонта, работа здесь должна начаться в этом году. Причем отремонтировать планируют самые проблемные зоны. Это кровля и фасад. Средний возраст чебоксарских жилых домов около 30 лет. В нашей передаче мы показали два варианта развития событий. Первый. Что ждет ваш дом в будущем, если вам будет безразлична его судьба, или же вы будете ждать помощи извне. Во втором, в каком комфорте можно жить, если проявить инициативу. Я думаю, выбор очевиден. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова